Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить очень вкусное блюдо из самой обычной картошки. И по сути нам понадобятся всего лишь 3 ингредиента. Это картофель, соль и растительное масло. Здесь у меня 4 средние картофелины. Я их помыла и теперь их нужно очистить. В принципе, можно делать из большего количества, из меньшего. Вы поймете принцип и там уже приспособите по своему вкусу этот рецепт. Теперь картофель нужно натереть на терке. Можно натереть на такой вот обычной крупной терке, а можно на терке для корейской морковки. Мне больше нравятся на терке для корейской морковки. Теперь картошку солим по вкусу. Или даже можно чуть больше соли, нежели бы вы солили, допустим, если бы жарили картошку. Хорошенько перемешиваем и оставляем на 5 минут, чтобы картошка пустила сок. Посмотрите, сколько выделилось сока. Почему я и говорю, что можно чуть больше солить? Потому что часть соли, она останется в соке. И теперь, чем лучше мы отожмем картофель, тем быстрее он приготовится и более хрустящим получится. Можно перекладывать в дуршлаг. Можно, если вы не хотите мыть лишнюю посуду, то и не перекладывать в дуршлаг, просто в миску. Главное, очень хорошенько отжать. В сковородке разогреваем достаточное количество растительного масла. Вот, растительное масло разогрелось. Огонь делаем не слишком сильным. И выкладываем картошку. Вот такими вот оладушками. Лопаточкой вот так вот утрамбовываем. И больше их не трогаем. Картофель должен хорошенько схватиться. И зарумянится с одной стороны. На это уйдет 2-3 минуты. Не делаем слишком сильный огонь, чтобы у нас не сгорели наши оладушки, так называемые. Вот вы видите, края уже хорошенько подрумянились. И мы аккуратно так раз и переворачиваем. Можно было еще немножко подрумянить, поэтому здесь я подожду. Аккуратно переворачиваю следующий. Готовые оладки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Посмотрите, какие они классные. Сейчас они еще немного остынут и станут еще более хрустящими. Вот такая вот вкуснятина готова. Это очень-очень вкусно. Хрустящая картошечка. Ну, вы представляете, настолько это вкусно. Можно посыпать абсолютно любыми специями по своему вкусу. Вы сколько их не сделаете, вы все съедите. Поэтому я взяла всего лишь 4 штуки, чтобы не объедаться. Конечно, это не полезно. Но это лучше, чем магазинные чипсы и всякие другие снеки. Мне нравится делать натерки для корейской морковки, потому что вот такие вот тоненькие соломинки, получается, картофельные, быстро они прожариваются. Все-таки, если есть у вас, то лучше делать натерки для корейской морковки. Давайте пробовать. Ну, вы все поняли. Это очень вкусно. И просто. Надеюсь, что вы приготовите эту вкуснятину. Изредка можно себя побаловать даже такими не очень полезными блюдами. Я же с вами прощаюсь. Всем пока. До новых вкусных рецептов. Субтитры сделал DimaTorzok